Начнем с того, что подразумевается под слово налогового резидента в Испании. Чтобы иметь статус резидента в Испании, необходимо соответствовать одному из следующих параметров. Находиться в Испании более чем 183 дней в году период нахождения в Испании не прерывается, если вы на периоды нерегулярных выездов из Испании. Вести бизнес в Испании – это значит иметь основной центр экономических интересов в Испании или иметь центр жизненных интересов – это значит иметь свою семью в Испании. Это муж, жена и несовершеннолетние дети. Также следует учитывать, что при приобретении недвижимости резидентом автоматически не становится. Резидентом только становится, если один из этих трех критерий выполняется. Также, чтобы приобрести недвижимость в Испании, вам надо иметь номер для идентификационного номера для иностранцев. По этому поводу я не хочу говорить долго, но просто сказать, что это не сложный процесс в Испании, но может быть долгим процессом. Поэтому я всегда своим клиентам говорю, что вам надо все это заранее оформлять, чтобы потом сложности не были. Если администрация, испанская администрация вам считает налоговым нерезидентом, статус нерезидента вы можете подтвердить, предоставив справку о проживании в другом государстве. Эта справка, этот сертификат действительно в течение одного года. А сейчас я бы хотела упомянуть о возможности иметь вид на жительство в Испании, если вы покупаете недвижимость. Это так называемая золотая виза или golden visa. Речь идет о приобретении недвижимости на территории страны от полмиллиона евро. Не важно, сколько квартир вы купите, вы можете купить 5 квартир по 100 тысяч евро каждая. Покупка в кредит не допускается. Другое дело, если вы покупаете недвижимость на, например, 700 тысяч евро, платите там самостоятельно полмиллиона евро, остальное на кредит. Главное уложиться в минимум для получения визы. Но не только приобретая недвижимость можно получить золотую визу, но и при других обстоятельствах. Например, открыть счет в Испании в одном из испанских банков в сумму миллиона евро или приобретать акции в каком-то испанском компании на эту же сумму. Или покупка государственных облигаций на 2 миллиона евро. Или предложить испанским властям собственный бизнес-проект, что может им казаться интересным. Гольден виза имеет несколько преимуществ над другими видами испанского резиденции. Например, владельцам не нужно оставаться в Испании 183 дня или выезжать в страну не позднее 3 месяцев после выдачи визы. В случае золотой визы у вас нет этих ограничений, вы можете находиться в стране сколько и когда угодно, а после 10 лет вы можете падать на испанского гражданства. Золотая виза дает право посещать не только Испанию, но и другие страны Евросоюза, зоны Шенген. Те же правила, которые есть у вас, будут распространяться и на ваших родственников. Когда говорю родственников, имею в виду только жене, мужа и несовершеннолетних детей. Или если больше 18 лет, ребенок не должен иметь ни семью, ни работу. И пожилые родители. Вот в этом случае они тоже могут иметь золотую визу и могут попадать на документы одновременно с основным заявителем. А сейчас уже я знаю, что все ненавидят платить налоги, но в Испании надо платить очень много налогов, когда живешь там или купишь там недвижимость. Сейчас я уже буду разговаривать о налогах, что надо платить, когда вы покупаете недвижимость в Испании. В первую очередь, налоги зависят от того, покупаете ли вы у строительной компании. Это у строительной компании новостройку или покупаете в вторичном рынке. Если вы покупаете в строительной компании, вы должны платить налог на добавленную стоимость. В последние годы ставки на НДС на покупку новой недвижимости в Испании часто менялись. Там ее снижали, увеличивали. Сейчас уже составляет это только 10% от суммы. Но если речь идет о жиле, а если речь идет о земельном участке или коммерческая недвижимость, ставка на НДС выше 21%. Налог выплачивается сразу при подписании. Именно продавец должен перечислять эти деньги в налоговую. А если вы покупаете на вторичном рынке, а не у строителей, если дом не новый, в этом случае вам надо платить налог на переход в собственности. Величина этого налога обычно составляет с 6 до 10. Это всегда зависит от автономной области, где находится недвижимость. Этот налог также выплачивается в течение месяца. С момента подписания купчей подтверждение уплаты налога необходимо, чтобы регистрировать недвижимость в приезде собственности. Наиболее выгодными территориями, безусловно, Мадрид. Это первая территория, где очень низкий процент. Там 6% только. Канарские острова 7%. Более высокие проценты в Каталунии. Там с 10 до 11 зависит от цены недвижимости. И в Валентинской сообществе 10%. В Андалузии с 8 до 10. В Болярске острова с 8 до 11%. Другой, гербовой налог. Как видите, налогов было много. Гербовой налог или налог на документальные юридические действия. Данный налог уплачивается всегда покупателем. И начисляется в случае уплаты НДС, когда новое, при нового жилья. И составляет от 0,5% до 1,5% стоимости объекта в зависимости от автономной области, в котором находится недвижимость. Но кроме налогов есть и другие расходы, что надо иметь в виду, как покупатель недвижимости в Испании. Например, нотариальные расходы. Это тоже зависит от цены недвижимости. Какая сумма вы должны платить нотариусу. Регистрационные расходы тоже самое. Зависит от цены недвижимости. Расходы на управляющую компанию. Если вы покупатель, чтобы избежать необходимости самому осуществлять все необходимые процедуры, связанные с налогами, может обращаться за помощью управляющую компанию. Но стоимость этой услуги уже договорной. Общая сумма налогов и расходов, которые несет покупатель, покупая недвижимость в Испании, составляет в среднем с 10 до 15% общей стоимости. А потом, сейчас я буду разговаривать о налоге в Испании для нерезидентов при содержании недвижимости. В качестве основных расходов на содержание недвижимости в Испании можно выделить следующие налоги. Ежегодный муниципальный налог на недвижимость. Это импостус обребенность и моблес. Уплачивается муниципальный бюджет собственниками недвижимости. Вне зависимости вы резидент или нерезидент Испании. Размер налога составляет в среднем 0,4% до 1,1% от общей катастрофы стоимости объекта недвижимости. Очень важный налог на доходы нерезидентов. Налог на недвижимость в Испании для нерезидентов, которые не сдают объект в аренду. В испанском законодательстве существует презумпция получения дохода от владения недвижимостью. Подача ежегодных деклараций по доходному налогу нерезидентов является обязательностью всех нерезидентов-собственников недвижимости, находящихся в Испании, не являющимся постоянным местом проживания. То есть подразумевается, что ваше постоянное место жительства – это страна, где вы налоговый резидент, а в этом случае Испания уже не считается постоянным местом жительства. Обязательства имеют все физические лица. Если недвижимость находится в совместной собственности супругов или имеет нескольких собственников, обязательство декларировать имеет каждый из них. Налоговая база составляет сумму в процентном отношении от катастрофы стоимости недвижимости за отчетный период. По общему правилу это составляет только 2% катастрофы стоимости. Декларируется только часть этой суммы, например, если в течение года вы арендовали дом или квартиру, да, в эту часть не надо декларировать, только часть, которая была не арендована. Периодичность налога ежегодная, срок подачи налоговой отчетности до 31 декабря следующего года и ставка налога 24% для тех, кто налоговые резиденты стран, третьих стран, это я имею в виду стран не Евросоюза, а те люди, которые резиденты Евросоюза, только платят 19%. А сейчас налог на недвижимость в Испании для иностранцев, которые сдают объект в аренду. Налоговая база составляет полную сумму арендной платы без возможности вычета понесенных расходов. Я считаю, что это вообще дискриминация для тех людей, которые из третьих стран, потому что если речь идет о резидентах Евросоюза, они имеют право, и резиденты тоже Норвегии, Исландии, они имеют право вычета расходов, как испанцы. Но те люди, которые не живут в Евросоюзе, не живут в Испании, они не имеют на это право. Закон сейчас таковой, но, может, это будут менять, потому что, с моей точки зрения, это дискриминация для тех людей, кто не живут в Евросоюзе или в Испании. Периодичность этого налога поквартально, срок подачи налоговой отчетности в течение первых 20 дней до окончания каждого квартала. Ставка налога тоже самая, 24% для тех, кто резиденты в третьих странах Евросоюза, и 19% для лиц, являющихся налоговым резидентом в стране Евросоюза. Налог на имущество. Налог на имущество физических лиц в Испании попадает под действие Конвенции об избежании двойного налогоблажения, подписанной между Россией и Испанией в 1998 году. Это значит, что возникает обязательство в ситуации, если имущество находится в Испании, и когда стоимость этого имущества превышает 700 тысяч евро. Но если, например, у вас есть недвижимость в Испании, которая стоит миллион и миллион евро, нет обязательства этого налога, так как сумма, которая принадлежит каждому из вас, ниже минимума. И вы имеете право не декларировать налог на имущество. По испанскому закону налоговые резиденты Евросоюза имеют право избрать по своему усмотрению более для них выгодное законодательство. То есть, если квартира находится в Андалусе или в Мадриде, они могут выбирать законодательство Мадрида или государственное законодательство. Например, в Мадриде не надо платить этот налог, там есть стопроцентный вычет от суммы налога. Ну, в остальных всех регионах обязательства есть. Ну, там сумма, минимум сумма меняется, но в всех областях есть обязательства платить налог, кроме в Мадриде. Ну, так как сейчас уже есть судебная практика в пользу резидентов той же третьих стран, ну, закон только защищает граждан, ну, налоговых резидентов Евросоюза. Поэтому в этих случаях мы рекомендуем нашим клиентам декларировать налог в соответствии с правилами автономного сообщества, в котором находится недвижимость. Например, если недвижимость находится в Мадриде, надо декларировать соответствие законодательства Мадрида. Но очень важно, чтобы в месте декларации был представлен документ, объясняющий ситуацию. Поскольку, если это не сделать, администрация, основаясь только на действующих правилах, может посчитать, что следовало декларировать по государственной норме. И это может усложнять ситуацию. Периодичность этого налога ежегодно, учитывая стоимость недвижимости 31 декабря каждого года. Срок подачи налоговой отчетности до конца июня следующего года. Здесь, например, просто сказать, что самая выгодная территория — это Мадрид. Я не знаю, потому что там ничего не надо платить. Но есть другие территории, как Каталуния, там минимум очень низкие, полмиллиона евро. В Амдалусии или Канарские острова, Бальярские острова — там минимум 700 тысяч евро. В Валенсии — 600 тысяч евро. Так что, если хотите купить квартиру, лучше Мадрид. Налоги при продаже недвижимости в Испании. В первую очередь налог на прирост капитала «Ганант Япатримуниал». Его размер составляет 19 до 23% от прироста, которым считается разница между первоначальной ценой объекта и суммой текущей сделки. Для гарантии оплаты налога на прибыль или на прирост капитала при продаже нерезидентами данный налог удерживается с продавца нерезидента на момент совершения сделки по продаже, вымытается в размере 3% от цены продажи. Удержанный процент должен будет оплатить покупатель. Удержание этих 3% позволяет избежать ситуации, когда продавец нерезидент сразу же после совершенной сделки по Китаю страну, не платив налог на прирост капитала. Далее, покупатель должен предоставить продавцу заполненную форму. Продавец должен платить налог на прирост капитала. Если нет прироста капитала, покупатель, продавец может запросить эти 3% обратно у государства в том случае, если нет прироста капитала. Поэтому, де-факто, нерезидент получит на руки 97% от стоимости жилья, а потом, если нет прироста капитала, не подтвердился, да, можно подать на прощение о возврате этих 3%. Налог на прирост землиной стоимости – это плюс волья муниципаль. Уплачивается всегда продавцом, начисляется на увеличение стоимости земли под стоимостью земли. Однако в этих случаях, когда продавец не является резидентом Испании, налоговые нормы могут обязать покупателю платить этот налог, если он не был уплачен в течение установленного периода. Налог на… А сейчас я уже буду говорить о налоге на наследство и дарение для нерезидентов в Испании. Налог на наследство и дарение в Испании на законодательственном уровне считается государственным налогом. Однако право на его начисление и взаимание по отношению резидентов было передано автономиями. Как следствие, каждая автономия разработала собственную индивидуальную систему льгот и вычетов. Так, например, в Мадриде, в Андалусии и в Канарские острова ничего не надо платить. Ну, практически ничего не надо платить. Там очень низкие цены, что надо платить. Ну, иначе всегда обстоят дела для нерезидентов. Налогообложение нерезидентов продолжает вестись на государственном уровне. Несколько лет назад вокруг этого вопроса уже была большая полемика в Испании. Но на сегодняшний день мы имеем несколько судебных решений, касающихся нерезидентов, граждан, стран, участниц Евросоюза и третьих стран. С 2014 года в более выгодном положении находятся наследники-резиденты стран, участниц Евросоюза. Потому что Европейский суд вынес решение о том, что Испания не соблюдает общие европейские законодательные нормы, устанавливая на своей территории различный режим налогообложения для наследников-резидентов и нерезидентов. А это нарушает принципы свободного обращения капитала. Чтобы исполнить это решение, ликвидировать дискриминацию, был принят закон в Испании. В случае наследования недвижимого имущества лицом, являющимся резидентом стран Евросоюза, но не в Испании, наследник получает право на применение налоговых норм, действующих в том автономном сообществе, где находится недвижимость. Но если у вас есть недвижимость в разных автономных областях, вы должны выбирать тот автономный область, где цена недвижимости выше. Таким образом, резиденты Евросоюза вправе рассчитывать на налоговые вычеты и льготы автономии. А в случае уплаты налога по государственной схеме в прошлом, президент Евросоюза может запросить пересчет и возврат излишней уплаченной суммы с интересами. Интересы, штрафный процент это 3,5-4%. Тем временем, дискриминация наследников, являющихся гражданами третьих стран, как Россия, Швейцария, США, Канада, продолжается. Налог начисляется и уплачивается по государственной схеме. А налоговые органы, ну, 3 года назад они отклиняли все заявления о возврате излишне выплаченных сумм, вынуждая всех решать проблему в судебном порядке. А в Испании решать вопрос в судебном порядке может длиться годами. Но так как сейчас, в 2018 году, Верховный суд, Испанский Верховный суд дал решение, да, мы имеем это решение суда, которое дает право резидентам третьих стран сопровождаться начислением и уплатой налога по нормативам автономии. Налоговая служба, после этого налоговая служба тоже заявила, что больше не будет вести вот эту дискриминационную политику в отношении граждан третьих стран, но закон не менялась. Закон тот же самый, закон только говорит о налоговых резидентах в Евросоюзе. Закон не говорит о третьих странах. Закон они не поменяли до сих пор. Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам декларировать по более выгодным законам для них. Это значит по автономным нормам. Всегда автономная норма будет лучше, чем государственная норма. Но вместо декларации представлять документ, объясняющий ситуацию и упоминающий про судебных решений по этому поводу. Потому что если в какой-то момент администрация решит применять закон, настоящий закон, по закону резиденты третьих стран должны платить по государственному закону. Но уже по закрытым делам, а наследствие, если вы уже платили, шансы очень высокие, что если сейчас, ну уже после 2018 года внутри, уже два года, если сейчас подать на, запросить возврат из лично выплаченных сумм, шансы очень высокие, что они дадут обратно все эти суммы, что вы уже платили 4 года назад. Ну, а в конце уже просто сказать, что в Испании ситуация, когда вы как наследник должны платить в Испании, есть два ситуации, да, когда покойный не проживал в Испании, но было у него имущество. Если имущество находится в Испании, но покойный проживал в каком-то стране в Евросоюзе, он, наследник всегда может выбирать государственное законодательство или законодательство автономной области. А если покойный проживал в России, например, есть имущество в Андалусе, законодательство, наследник не может выбирать законодательство, так как я уже объясняла раньше, но можно вот это делать с документами и объясняю администрацию, и шансы будут очень высокие, что администрация ничего вам не скажет, если покойный не проживал в Евросоюзе, а проживал в России, и вы применяете закон автономной области, где недвижимость находится. Если отсутствует имущество в Испании, но наследник живет в Испании, например, в Андалусе, и покойный не жил в Испании, жил в Евросоюзе, у нас то же самое, что в этом случае наследник может выбирать государственное законодательство или негосударственное законодательство, а если покойный не проживал в Европе, а проживал в России, нельзя выбирать. Ну, как я сказала раньше, я думаю, что сейчас, уже в 2020 году, все это можно объяснять администрацию, и шансы очень высокие, что администрация ничего по этому поводу не может сказать. Я думаю, что все понятно, я не знаю, есть вопросы или нет, но просто в конце я посмотрю, если есть вопросы. Про налог только в самом городе Мадрид? Нет, я когда говорю Мадрид, имею в виду всю автономную область Мадрид, не только в Мадрид город, но вся коммунидата автонома де Мадрид. Сейчас с ценами недвижимости, в принципе, но сейчас ситуация такая в Испании, что я думаю, что сейчас цены недвижимости не то, что очень ни низкие, ни высокие, нормальные цены. Но я думаю, что может быть после этого кризиса, что видно, что в Испании тоже может ситуация ухудшиться, цены недвижимости, я думаю, что упадут. В будущем мы увидим, как бы закончится это. А раньше вообще ситуация не такая, как в 2007 или 2008 году, когда вообще очень низкие были цены недвижимости, а сейчас гораздо нормальная ситуация. Не очень высокие цены, но не низкие тоже. Уточните про 3%, пожалуйста, за какой период не произошло. Если вы, ну, эти 3% вы даете как гарантия, потому что если сделка делается в Испании, да, вы не резидент, администрация берет этот 3% как гарантию, чтобы вы платили налог на прирост капитала. Если вы, у вас нету налога на прирост капитала, потому что прирост капитала не было, эти 3% вам обратно вернут. Ну, просто администрация хочет взять эти 3%, чтобы избежать от случаев, что вы купите там себе квартиру в Испании и обратно идете в Россию и не будете платить налог на прирост капитала. Вот поэтому они хотят для гарантии взять эти 3%, чтобы гарантировать, что вы будете платить налог на прирост капитала, что составляет от 19% до 23%. Если нету прироста капитала, вам будут обратно вернуть эти деньги. Я не знаю, сейчас уже ясно, почему вы платите. Ну, вы платите, потому что это гарантия, для, чтобы платили налог прироста капитала. То есть, если резидент, то законы автономной области, а если не резидент, то... Ну да, по закону, если резидент, закон автономной области, резидент Испании или резидент Евросоюза. Ну, если не резидент, по закону, общегосударственные законы надо применять. Но это не значит, что сейчас уже нельзя, объясняя администрацию, тоже для нерезидентов применять негосударственные автономные законы. Нет, когда говорим о недвижимости на полмиллиона евро, это может быть и на... Вы можете купить 4 квартиры по полмиллиона, там 5 квартир по 100 тысяч евро каждому. Это значит, что в сумме полмиллиона. Это в сумму, да. Но это не значит, что... Вот последний вопрос более легальный. Если вы хотите, вы можете мне посылать по мейл этот вопрос, потому что у нас в Арку Абу-Ваду есть очень хорошие легальные специалисты, что могут вам уточнить ответ этого вопроса. Пожалуйста, посылайте мне вопрос по мейл, и я вам отвечу. Мне просто надо спрашивать и консультировать этот вопрос с моими коллегами. Если участок земли с домом, участок земли уже ВИТ, НДС будет 21%, а не 10%. Ставка 10% только для жилья, а не земельный участок, не коммерческие недвижимости. Я не понимаю вопрос, какие требования по части срока владения такими бумагами, просто уточнять немножко вопрос, я не понимаю. Бумаги недвижимости, просто непонятный вопрос. Если не ошибаюсь, мне надо это уточнять. Если не ошибаюсь, это два года. Просто мне надо уточнять, это я вот так наизусть сейчас не помню. Если хотите по мейлу, вы можете отправлять вопрос, я уточню и вам могу дать детальный ответ на этом вопросе. Спасибо. 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 Спасибо большое. Прекрасное выступление за такой короткий период. Мы узнали столько-столько всего очень интересного. Сейчас в чате пишут вам большие благодарности. Друзья, вы сможете напрямую с Рипсимой связаться и проконсультироваться по вашим вопросам. Рипсима почему-то не выводит на экран свои контакты. Возможно, сейчас это стоит сделать, чтобы участники успели записать их. В любом случае, мы поделимся со всеми участниками контактами Рипсима, вы сможете связаться и задать свои вопросы. Если они потребуют каких-то более консультаций с коллегами, то Рипсима тоже вам поможет.